И второй вопрос. Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье в интервью французским телеканалам назвал Россию сообщницей Азербайджана и намекнул на то, что Россия может угрожать территориальной целостности Армении. Не могли бы вы прокомментировать его заявление? — Фантазер. Что я могу сказать? Такое завернуть, знаете, нужно было только с очень богатой фантазией. Вообще непонятно, о чем идет речь, про территориальную целостность. Что-то, возможно, президент Франции знает, чего не знает больше никто. — Хотелось бы, чтобы он поделился своим взглядом, хотелось бы понять, что он имеет в виду. Может быть, действительно мы что-то не знаем, но тогда просто хочу сразу предупредить, этого не знает никто, кроме Макрона или тех, кто ему это писал. — Ну, я думаю, что это очередная какая-то лицемерная попытка. И, кстати говоря, вот подобными заявлениями он раскрывает механику происходящего. То есть мы до этого говорили о том, что официальные лица Еревана в Ереване пытаются переложить ответственность на других за свои поступки. А мы теперь видим, кто их к этому подталкивал. Вот же, пожалуйста, президент Франции, который умудрился, используя какую-то странную лексику про угрозу территориальной целостности, не определяя, что конкретно он имеет в виду, и тут возложить ответственность на Россию. Вот точно так же, видимо, они воодушевляли официальный Ереван предпринимать определенные шаги, перекладывая ответственность за них на Россию или на кого бы то ни было другого. Мы эти приемы французских властей хорошо знаем на примере, в частности, кстати, я думаю, прекрасный пример — это африканский континент. Сколько африканских стран говорил о том, что Париж ведет себя так же там. Сначала обещает, потом не выполняя. Сначала заявляет о, уже в прямом смысле, наполеоновских планах, а в критический момент от них отказывается, или даже страны эти покидают, буквально подставляя партнеров и делая ситуацию в указанных регионах взрывоопасную. Это подстрекательство в том числе, это провокативная лексика и действия французских представителей, очевидно, также их ангажированность в процессе армяно-азербайджанской нормализации, когда они выступали не с позицией посредника, имеющего свою цель возвращения мира в регион, а исключительно собственные политические интересы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...